Плотные заторы появились на дорогах Красноярска на этой неделе. Дорожную карту основных проблемных мест города на ближайший месяц составил Максим Лебедев. Он сейчас в студии. Максим, добрый вечер. Чего следует ожидать красноярским автолюбителям в этом сентябре? Добрый вечер, Юля. Эта неделя действительно отметилась большими пробками. И прямо сейчас в городе восьмибальные заторы. Причина – ремонтные работы на ключевых улицах Красноярска. Большую часть лета это было не столь ощутимо. Однако сейчас, когда тысячи красноярцев вернулись в город после отпуска, ситуация изменилась. К примеру, вчера, по данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в городе достигали 10 баллов. Здравствуйте. Скажите, часто в пробках приходится стоять в последнее время? Вообще очень часто. А где вот, в каких местах? Да, в основном, везде. Все перерыли, все делают. Приходится по пробкам. Ужасно. Оно и в городе, и за городом заказано, да. А получается, и сейчас, и въехать в город толком, и выехать, то не самое. Обычно раньше не было такого. А вообще по городу часто приходится стоять из-за ремонта? Ну, сейчас весь центр закрыт. Я туда даже не езжу. Что делать местным автолюбителям, пока идут ремонты, мы спросили в Красноярской ГИБДД. Там советуют водителям на время отказаться от автомобиля. Сами дорожные полицейские уже показали пример. По их данным, примерно 30% сотрудников Красноярской ГИБДД пересели на городские автобусы. Кроме прочего, переход на общественный транспорт экономит деньги. А так как я живу непосредственно на правом берегу, а работаю на Ливом, то мне очень было удобно ездить именно на общественном транспорте. Потому что затрачиваю я на дорогу буквально 10 минут. А если я сяду на личный транспорт, то мне нужно будет объехать либо по Октябрьскому мосту, либо, соответственно, по Четвертому. А это минимум час времени моего. Еще в ГИБДД посоветовали готовиться к выезду заранее, найти несколько объездных путей по своему маршруту и отправляться в путь пораньше. Немаловажно и правильно вести себя в пробке. Мы не рекомендуем торопиться, поскольку практика показывает, что хаотичное перестроение из ряда в ряд не приводит к тому, что такой водитель прибудет быстрее к месту назначения, а всего лишь создает аварийные ситуации. Сейчас в городе продолжается большой ремонт. В первую очередь на коммунальном мосту улицы Карла Маркса и проспекте Мира. Мы попытались составить примерную карту пробок на сентябрь. Объезжать центр городские власти советуют водителям по улице Дубровинского. Поэтому именно там ожидается большая пробка. Как показала последняя неделя лета, самые большие затруднения у водителей будут на Северном шоссе, вплоть до Солонцов, улице Караульной, Шахтеров, проспекте Комсомольском и Металлургов. По-прежнему проблемным остается и въезд на Октябрьский мост со стороны Красраба. Масштабный ремонт прекратится в первой половине октября. Всего в городе в порядок приведут 45 объектов. Тогда ситуация на дорогах вернется в норму. На этом у меня все. Юля, передаю тебе слово. Максим, спасибо. Я напомню, это был наш корреспондент Максим Лебедев с прогнозом дорожной ситуации на ближайшие месяцы. Мы переходим к другим темам.